Народная сказка «Горшок» читает Павел Беседин. Жили и были мужик да баба. Оба они были такие ленивые, так и норовят дело на чужие плечи столкнуть. Самим бы только не делать ничего. И дверь-то в избу никогда на крюк не закладывали. Утром-то где вставай, да руки протягивай, да опять крюк скидывай. И так проживем. Вот раз баба и свари каши. А уж и каша сварилась, румяна рассыпчата, крупита и от крупины, так и отваливается. Вынула баба кашу из печи, на стол поставила, маслицем сдобрила, съели кашу и ложки облизали. Глядь, а в горшке-то сбоку, да на донышке, приварилась каша. Мыть горшок надобно. Вот баба и говорит, ну, мужик, я свое дело сделала. Кашу сварила, а горшок тебе мыть. Да полно тебе! Мужикова ли дело горшки мыть и сама вымоешь. А я и не подумаю, и я не стану. А не станешь, пусть так и стоит. Сказала баба, сунула горшок на шесток, а сама на лавку. Стоит горшок немытый. Баба, а баба, надо б на горшок-то вымыть. Сказано твое дело, ты и мой. Но вот что, баба, уговор дороже денег. Кто завтра первый встанет, да первое слово скажет, тому и горшок мыть. Ладно, лезь на печь, там видно будет. Улеглись. Мужик на печи, баба на лавке. Пришла темно ноченька. Потом утро настало. Утром-то никто и не встает. Ни тот, ни другой. И не шелохнутся. Не хотят горшка мыть. Бабе надо коровушку поить. Доить, да из ста догнать. А она с лавки-то и не подымается. Соседки уже коровушек прогнали. Что это, Маланья-то? Не видать его, а? Уж все ли поздорова у нее? Да, бывает. Позапазнилась. Обратно поедем. Не встретим ли? И обратно идут. Нет, Маланья. Да нет уж. Видно, что приключилось. Соседка и сунется в избу. Хватит. И дверь не заложена. Неладно что-то. Вошла. Огляделась. Маланья. Матушка. А баба-то лежит на лавке. Во все глаза глядит. Сама не шелохнется. По что коровушку-то не прогоняла? Ай, не здоровилась. Молчит баба. Да что с тобой приключилось-то? По что молчишь? Молчит баба. Ни слова не говорит. Господи помилуй. Да где у тебя мужик-то? Василий? А Василий? Глянула на печь. А Василий там лежит. Глаза открыты. И не ворохнется. Не шерохнется. Что у тебя с женой-то? Ай. Случилось. Молчит мужик. Что воды в рот набрал. Сполошилась соседка. Пойди. Скажи бабам. Побежала по деревне. Ой, бабоньки. Неладно ведь у Малании с Василием. Лежат полостом. Одна на лавке. Другой на печи. Глазоньками глядят. А словечко не молвит. Уж не порчили напущено. Прибежали бабы. Причитают около них матушки. Да что это с вами поделось-то? Маланюшка. Василиюшка. Да по что молчите-то? Молчат оба, что убитые. Да бегите, бабы, за попом. Дело-то совсем неладно выходит. Сбегали. Пришел поп. Вот батюшка лежат оба. Не шелохнутся. Глазоньки открыты. А словечко не молвит. Уж не попорчено ли? Поп бороду расправил. Да к печке. Василий, раб божий. Что приключилось-то? Молчит мужик. Поп к лавке. Раба божий я. Что с мужем? Молчит баба. Соседки поговорили-поговорили. Да и вон из избы. Дело не стоит того. Кому печку топить. Кому ребят кормить. У кого цыплята. У кого поросята. Попы говорит. Ну, православные. Уж так-то оставить их боязно. Посидите кто-нибудь. Той некогда. Другой некогда. Да вот, говорит бабка-то Степанида. Пусть посидит. У нее не ребята плачут. Одна живет. Вообще никого нет. А бабка Степанида поклонилась и говорит. Да нет, батюшка. Даром никто работать не станет. А положи жалование. Так посижу. Да какое же тебе жалование положить? Спрашивает поп. Да повел глазами по избе. А у двери висит на стенке рваная маланина коцебейка. Ваток клоками болтается. Да вот, говорит поп. Возьми коцовейку-то. Плоха-плоха. А все годится хоть ноги прикрывать. Только это он проговорил. А баба-то как ошпаренная. Скок с лавки. Средь избы встала. Руки в боки. Это что же это такое? Говорит. Мое-то добро. Отдавать. Сама еще поношу. Да из своих ручонок. Кому хочу, тому отдам. А шалели все. А мужик-то этот тихонько ноги с печи спустил, склонился, да и говорит. Ну вот, баба, ты первое слово молвила. Тебе и что? Горшок мыть. Вот и сказке конец. А кто слушал, тот молодец.